Усад 105-й километр Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была всё та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, чёрт с ним, пусть милая странница, пусть старший лейтенант, но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста, почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошёл ровно 100 километров, почему? Я припал головой к окошку. О, какая чернота! И что там в этой черноте? Дождь или снег? Или просто я сквозь слёзы гляжу в эту тьму? Боже! А, это ты! Кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. Искушать сейчас начнёт. Тупая морда! Нашёл же время искушать! Так это ты, Ерофеев? Спросил сатана. Конечно же я. А кто же ещё? Тяжело тебе, Ерофеев? Конечно тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, и на такого напал. Я всё так и говорил, уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь. А раз тяжело, продолжал сатана, смири свой порыв, смири свой духовный порыв, и легче будет. Ни за что не смирю. Ну и дурак. От дурака слышу. Ну ладно, ладно. Уж и слова не скажи. Ты лучше вот чего. Возьми и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг ты не разобьёшься? Я сначала подумал, а потом ответил. Неа! Не буду я прыгать. Страшно. Обязательно ведь разобьюсь. И сатана ушёл посрамлённый. А я? Что мне оставалось? Я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота всё плыла за окном. И всё тревожило. И будила чёрную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль. Но она всё никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. Не нравится мне эта тьма за окном. Очень не нравится. Но шесть глотков Кубанской уже подходили к сердцу. Тихонько по одному подходили к сердцу. И сердце вступило в единоборство с рассудком. Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма. И с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом. А свет сменяется тьмой. Таково моё мнение. Да если она тебе не нравится, она от этого тьмой быть не перестанет. Значит, остаётся один выход. Принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкаться только правой ноздрёй. Ведь это правильно. Но так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма. Да так-то оно так. Но ведь я выехал утром в 8.16 с Курского вокзала. Да мало ли что утром. Теперь, слава богу, осень, дни короткие. Не успеешь очухаться. Бах! И уже темно. А ведь до петушков ехать о-о-о, как долго. От Москвы до петушков о-о-о, как долго ехать. Да чего о-о? Чего ты всё о-о-о? От Москвы до петушков ехать ровно 2 часа 15 минут. В прошлую пятницу, например. Ну что тебе прошлая пятница? Мало ли что было в прошлую пятницу. В прошлую пятницу и поезд-то шёл почти без остановок. И вообще, раньше поезда быстрее ходили. А теперь чёт знает что. У каждого столба останавливается и стоит. А зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается. Чего он всё стоит да стоит. И так у каждого столба. Кроме Есина. Я взглянул за окно и опять нахмурился. Да странно всё-таки. Выехали в 8 утра и всё ещё едем. Тут уж сердце взорвалось. А другие-то? Другие-то чего хуже тебя? Другие ведь тоже едут. И не спрашивают, почему так долго и почему так темно. Тихонько едут и в окошко смотрят. Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня. Смешно и противно. Какой-то торопыга. Если ты выпил, Веня, так будь поскромней. Не думай, что ты умней и лучше других. Вот это меня уже совсем утешило. Я ушёл с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы. Я чуть было тоже не задремал. И вдруг подскочил на месте. Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать. В 11 утра она уже будет меня ждать. А на дворе всё ещё темно. Значит, мне придётся ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живёт. Я попадал к ней 12 раз. И все какими-то задворками и пьяный в дрободан. Как обидно, что на 13-й раз я еду к ней совершенно трезвой. Из-за этого мне придётся ждать. Когда же, наконец, рассвет? Когда же взойдёт заря моей 13-й пятницы? Впрочем, стоп. Ведь я уезжал из Москвы. Заря моей пятницы уже взошла. Значит, сегодня уже пятница. Почему же тогда так темно за окном? Вот опять. Опять ты со своей темнотой. Далась тебе эта темнота. Но ведь в прошлую пятницу. Опять ты со своей прошлой пятницей. Я вижу, Веня, ты совсем в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем. Нет. Нет, послушай. Прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне с косой от затылка до попы. И было очень светло. Я хорошо помню. И косу хорошо помню. Да что ты коса. Ты пойми, дурак. Я тебе повторяю. День сейчас убывает. Потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу в 11 утра, может уже быть совершенно темно. Хоть глаз кали. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь. Только хвалишься, что все знаешь. Тоже мне сказал. Коса. Да коса-то может и пребывает. Она может с прошлой пятницы уже ниже попы. А осенний день наоборот. Он уже сгулькин хуй. Какой же ты все-таки бестолковый. Веня. Я не очень сильно ударил себя по щеке. Выпил еще три глотка и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис. Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь 300 грамм конфет василек. И вот, через 20 минут ты будешь в петушках. И на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот василек. А все будут говорить. Тринадцатый раз подряд мы видим сплошной василек. Но мы ни разу не видели ни лилии, ни пурпура. Она рассмеется и скажет. Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку.